Перед началом Великого Поста Наринмарская епархия совершила традиционный зимний поход в Пустозерск. Это событие, отметил Владыка Иаков, служит живым свидетельством исторической преемственности судеб русского заполярья и важности воспитания духовного единства северян. В Пустозерск отправилась и наша съемочная группа. Зимнекрестный поход стал своего рода доброй православной традицией. Уже не первый год десятки паломников на треколах отправляются к местам, где некогда стоял легендарный первый русский город за полярным кругом. Традиция крестных походов на зимней спецтехнике пока является уникальной для русской церкви. Из Божьей помощи эта традиция установлена, и каждый год мы совершаем зимний поход, собирая под знамена всех, кто помнит это событие, и кто ощущает себя преемниками славной истории православной Руси. На землях уже не существующего православного города, на месте не сохранившегося до наших дней Собора Преображения Господня епископ Наринмарский и Мизенский совершил молебен. И благословив, укрепив, и в совершении намерения благи дел... Отмечу, что крестные походы к древнему городу Пустозерску – часть программы «Русская Арктика», которые предусматривают духовное возрождение северных пределов державы. Кроме того, крестный поход символизирует единение народа, отметил глава региона, который также стал участником паломничества. Русский север всегда был созидающим началом. И даром еще Ломоносов говорил, что Россия перерастает северами и богатствами северов. У нас сегодня непростая экономическая ситуация и в стране, и в мире. И сегодня, как никогда, необходимо единение. И в едином порыве, я уверен, что обязательно и наша экономика возродится, и наша страна возродится и будет дальше развиваться. Нынешний крестный поход на Пустозерское городище стал уже пятым зимним походом в истории Наринмарской епархии.